Повестка очередного заседания регионального правительства, состоявшегося во вторник, 26 июня, включала около 15 вопросов. Первый центральный был посвящен спортивной тематике. В течение ближайших нескольких лет в Тверской области планируется более чем в полтора раза увеличить количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, отметил в ходе традиционного вступительного слова губернатор Игорь Рудейни. К 2024 году посещать бассейны, тренажерные залы, различные секции или просто совершать утренние пробежки должно не менее 55% населения Верхнего Лужья. Особенно важно, по мнению главы региона, привлекать к спорту подрастающее поколение, в том числе проживающее в небольших муниципальных образованиях. У каждого ребенка, независимо от места его проживания и доходов его семьи, родителей, должна быть возможность бесплатно заниматься физкультурой и спортом. Ну и главное, о чем мы говорим, должен быть выбор между несколькими кружками и секциями. Первое, что будет способствовать увеличению количества людей, занимающихся спортом, это доступные инфраструктуры, резонно полагают в правительстве Тверской области. За последние два года на территорию Верхней Волги в данном направлении были предприняты серьезные шаги. В частности, установлены десятки комплектов уличных тренажеров и футбольных полей с искусственным покрытием. Распределялись они на конкурсной основе, причем не только между крупными районными центрами, но и между сельскими поселениями. В текущем году соответствующие работы будут продолжены. Планируется и строительство крупных капитальных спортивных объектов. Так, например, в Беженске может появиться бассейн. Когда в муниципалитете есть спортивное сооружение, когда есть возможность ребятишкам заниматься в неурочное время спортом, это все равно дает привлекательность и нашей территории, и муниципальным образованием. Ну и, конечно же, работодатель тоже будет иметь преимущество при привлечении специалистов, при закреплении их на местах. Справедливость этих слов могут подтвердить в Старицком районе, где в последние годы наблюдается настоящий спортивный бум. Местный Ледовый дворец пользуется большой популярностью у жителей райцентра. А восемь площадок с искусственным покрытием, установленных в окрестных сельских школах, помогли подогреть интерес к физической культуре у молодежи. На этих площадках мы проводим, кроме районных соревнований, также и межрегиональные. Допустим, один турнир, который у нас проводится в войнах, проводят его совместно с нами. Там участвуют команды восьми национальностей. Масштабные инфраструктурные проекты планируется реализовать не только в районах области, но и в Твери. В текущем году в столице Верхней Волжи будет выполняться ремонт одной из главных спортивных аренд – стадиона «Химик». Спустя годы забвения вновь вспомнили и о другом объекте – стадионе «Центральный», реконструкцию которого согласился оплатить Банк ВТБ. Правительством региона уже объявлен конкурс на лучший проект по использованию территории. Есть варианты по созданию легкоатлетического манежа закрытого. Есть предложения по такому многофункциональному ледовому комплексу, который бы трансформировался, тоже вместе с футбольным полем. То есть есть несколько вариантов. Поэтому для начала хотелось бы понять мнение жителей. Следует не просто строить новые спорткомплексы и стадионы, но и постоянно следить за тем, чтобы они не пустовали, подчеркнул в ходе заседания правительства Игорь Руденя. Глава муниципальных образований поручен обеспечить эффективное использование всех спортивных объектов. Успехи, достигнутые в данном направлении, станут одним из критериев оценки работы чиновников на местах. Наряду со строительством новых стадионов для занятий физической культурой планируется усилить и финансирование детского и юношеского спорта. Так, вместо 11 базовых спортивных дисциплин, получающих ассигнование из областного федерального бюджета, в Тверской области будет 16. В настоящее время базовыми видами спорта на территории Верхней Волжи занимаются порядка 120 тысяч человек. Денис Ренов, Виталий Осипов, ТВ Тверь. Денис Ренов, Виталий Осипов, ТВ